ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, с вами инспектор Гаджет и внутренний голос! Привет! Ну что, голос, у меня для тебя плохие новости. Кризис! К большому сожалению, добрался и до инспектора Гаджета. Денег нет, придется увольнять сотрудников. Оператора, вон, все, уволили уже, не этого больше знали. И что делать теперь? Ну как что? Спонсора искать. Я, например, знаешь, я на любые деньги согласен, лишь бы сохранить наш дружный коллектив. Да, понимаю тебя. Ну что, ладно, давай не будем грустить, займемся нашим любимым делом. И зритель ничего не должен заподозрить, понял? Ага, согласен. Кто-нибудь камеру опишь? Бразер МФС-990СВ Бразер МФС-990СВ Имя Бразер больше известно по швейным машинкам, но на самом деле они делают еще много чего. А в частности, принт-комбайны. Бразер МФС-990СВ – штука действительно многофункциональная. Кроме традиционных для цветного струйного принтера функций, а также сканера и копира, аппарат Браза отличается массой аксессуаров, входящих в стандартный комплект поставки. Ну, для начала в нем есть факс. У многих комбайнов, претендующих на звание многофункционального устройства, его нет, а у этого есть. Более того, есть даже беспроводная телефонная трубка стандарта DECT, причем предусмотрено подключение до четырех дополнительных. Братская любовь в телефоне Браза! Йоу, Браза! Оттянуться есть маза! Есть даже автоответчик с записью сообщений общей длительностью до 29 минут. Так что Браза – это еще и телефон для реальных братанов. Аппарат оборудован разъемами для карт памяти CompactFlash, SD и Memory Stick, плюс разнообразные интерфейсы, в том числе сетевой адаптер, Port Peak Bridge, беспроводные Bluetooth и Wi-Fi и, внимание, 11-сантиметровый цветной сенсорный ЖК-экран с регулируемым уклом наклона. Традиционно для струйных аппаратов Браза разъемы USB и LAN спрятаны под поднимающимся блоком сканера. С одной стороны, такое решение съедает около 35-ти сантиметров кабеля, но с другой гарантируют, что он не будет случайно отсоединен. Братья и сестры, телефон Браза будь к миру и согласию! Браза всегда позвонит! Печатающее головка устройства обеспечивает разрешение 1200 на 6000 точек на дюйм. Питается чернилами из четырех раздельных картриджей, доступных с передней панели MFU. Расчетная емкость картриджей 450 страниц для черного цвета и 325 страниц для голубого, пурпурного и желтого. Черные чернила хорошо переносят попадание на отпечатки воды, без механического воздействия. Цветные, не влагостойкие. Сканирующий блок выполнен на основе датчика с оптическим разрешением 2400 на 1200 точек на дюйм. Качество приемлемое, но при разрешениях до 600 точек на дюйм возникают легкие полосы поперек хода головки. Аппарат на самом деле не такой уж и быстрый. Изображение в режиме максимального качества печаталось около 7 минут. Тот же тест в режиме для фотографий выполнялся 3 с лишним минуты. Сканирование цветного оригинала формата А4 с разрешением 300 точек на дюйм заняло у нас примерно 20 секунд. Нужна отмаза? Позвони по Браза! С телефоном Браза не страшна зараза! Что касается качества вывода, то в целом цветопередача и детализация неплохие. Но цвета отличались приглушенностью. Нарекания вызвали и нечеткие границы объектов, и композитный черный цвет, передававшийся с уклоном в красноту. Ну а в общем эффектный аппарат. Если вас не особо парит скорость и не требуется сверх качества, то он вполне подойдет. Тем более, учитывая универсальность и богатый набор возможностей. За 400 долларов покупка выглядит вполне разумной. Ну и не забываем про отличный телефон Браза. Браза! Заботливый, как старый братишка! Голос! Слушай, а можешь кое-что для меня начитать? Конечно! Значит так, запись. Скажи, пожалуйста, всем привет! Привет всем! Хорошо. Теперь скажи, вот ты гад, гаджет! Вот ты гад, гаджет! Угу, молодец. Теперь скажи, всем пока! Всем пока! Отлично, прекрасно. Стоп, запись! А это зачем? А-а-а! Я все понял! Ты решил и от меня избавиться! Ты меня записал и теперь будешь крутить запись в передачах, а меня, значит, уволишь, да? Угу. Ну кризис голос! Понимаешь, кризис! А я, между прочим, спонсора нашел. Да, и что это? Телефон Браза. Вот. Чё это за говно? А ты знаешь, сколько нам заплатили? Сколько? Чё ж шепчешь-то, а? Иди сюда. Давай, а? Иди сюда. Ну? Тысяча рублей. Браза! Позвони братанам! Алло, честра? Позови брата! Телефон брата! Давай обзор уже, а? Видеоочки Cybex Pro 640. Модель формирует перед глазами пользователя изображение, эквивалентное по восприятию картинки на экране с диагональю 48 дюймов, расположенном в двух метрах от зрителя. Каждый из образующих видеоочки мини-дисплеев обладает разрешением 640 на 480 точек. Разрешение достаточно высокое, картинка очень качественная. Основной контроллер видеоочков – небольшая коробочка, коммутирующая все внешние для них интерфейсы. В комплекте имеется богатый набор кабелей, так что очки можно подключать не только к VGA-выходу компьютера или ноутбука, но и ко множеству других источников видеосигнала, включая игровые приставки. Конструкции и дизайн видеоочков радует. Эргономика модели Pro 640 также на высоте. Несмотря на внешнюю массивность основного корпуса, очки весят совсем немного и голову не отягощают. Правда, со временем дисплеи начинают греться. Гибкие монолитные дужки хорошо фиксируют конструкцию на голове. Также в дужки встроены наушники, что позволяет не беспокоиться о том, каким образом будут совмещаться звуковой и видеоканалы. Звук неплохой, а совсем уж эстеты могут подключить и другие ушки, если будет такая потребность. Ну а совсем оградиться от реальности, владельцу Cybex Pro 640 поможет цветозащитная накладка из вспененного каучука. Для удобства пользователя на корпусе есть механический регулятор расстояния между мини-дисплеями. Также есть кнопка, позволяющая подстраивать яркость изображения. Итог – возможность полностью сосредоточиться на транслируемой картинке. Ну и, конечно, истинное наслаждение от этих очков можно получить только в комплекте с телефоном Brasa. Итог. В общем, прикольная игрушка. Она применима не только для видео, но и для игр. Хотя здесь придется повозиться с драйверами. Эта NVIDIA серьезно занимается разработками для 3D-дисплеев, выдавая на гора драйверы 3D-стереодрайвер. По нынешним временам цена высоковата для чисто развлекательного гаджета – 14 тысяч рублей. Однако реальной пользы от этих очков как не было, так и нет. Не то что от телефона Brasa. Brasa видит то, что другие не показывают. Алло, брат? Да, это брат. Нет, троюродный. Ну да, ты меня не знаешь. Гаджет, ты давай не перетергивай с рекламой. В студии телефон не берет. Ха! Brasa везде берет. А сейчас Brasa представляет традиционную рубрику СТГ. Самым тупым гаджетом на этой неделе признается пикающее яйцо-таймер. При помощи этой штуки ваши яйца будут всегда крутыми. Опускаете в кастрюлю этот таймер, и он пикает, когда яйцо принимает нужную вам кондицию. Яйце-таймер получает 7 баллов от нашей программы. И если бы не Brasa, этой рубрики не было бы, ведь Brasa... Верни Brasa на базу. У каждого человека должна быть своя собственная Brasa. Так что не лезь. Лучше давай обзор. Алло, Маза? Да, это Brasa. Нет, ты меня не знаешь. Телефон Samsung SGH i740. Хороший антикризисный телефон. Это, пожалуй, самый дешевый из приличных коммуникаторов. За 12-13 тысяч можно получить, ну, если не аппарат класса полный фэшн, то нечто удивительно к нему близкое. Причем без излишеств. Внешний коммуникатор не броский, но выглядит достойно, даже стильно. И достаточно компактный. Сборка качественная, без люфтов, щелей и скрипов при сжатии, что разительно отличает аппарат от, скажем, смартфонов Nokia. Лицевая панель выполнена в серо-стальной гамме. Задняя – темная. Органы управления под экраном собраны на единой пластине, в центре которой навигационный блок. Он сделан в виде круга. Центральная клавиша смещена вверх. Причем это не просто навигация. Это что-то вроде оптического джойстика. Выглядит необычно и требует некоторого привыкания. Но, пожалуй, главная заслуга i740 – вполне удобное меню. У большинства телефонов типа iPhone оно либо выполнено совсем безобразно, либо удобно, ну, как-то коряво и непрактично. Здесь же мы имеем дело с большими иконками, возможностью перелистывать закладки пальцем и так далее. Наконец-то более-менее достойная замена эпловскому телефону. Начинка тоже не подкачала. По мощности и функциональности коммуникатор, в общем-то, не уступает девайсам из ценовой группы в районе 1000 баксов. Экран стандартный, с диагональю почти 3 дюйма. В наличии мощный процессор с частотой 624 МГц, 128 МБ оперативной памяти и 256 МБ встроенного флэша, а также 3-мегапиксельная камера, FM-радио, Bluetooth 2.0 и встроенный GPS-приемник. При всем при этом телефон спокойно работает 3-4 дня. Правда, нет Wi-Fi, кто любителям халявного интернет-серфинга в Макдональдс может не понравиться. Работает аппарат под Windows Mobile 6.1. Софт работает достаточно шустро, особых тормозов не замечено. Подведем итог. Серьез SGH i740 можно поругать только за разъем фирменной конструкции. Простенький экран и отсутствие Wi-Fi. Ну и, конечно, никаких гироскопов. Фотки сами не переворачиваются и от нажатия на дисплей не увеличиваются. Но на данный момент это, пожалуй, самая антикризисная замена яблофону. И все равно с телефоном праза он не сравнится. Браза. И в зной, и в стужу он тебе нужен. Что ж, Голос, сегодня с твоей помощью и с помощью Браза мы выбрались из долговой ямы. А это значит, что на следующей неделе Инспектор Гайджет выйдет вовремя и в полном составе. С вами был Инспектор Гайджет. И помните, я докопаюсь до правды. Браза. Пока-пока, my brothers. Gracias.